В Славянском районе продолжает действовать режим ЧАЭС. На сегодняшний день завершена работа комиссии по обследованию подтопленных жилых помещений. На территории муниципалитета пострадавшими признано 284 дома. В списках значится более 800 человек. В данный момент оформляются документы для выплаты населению, которые начнутся в ближайшее время. На сегодня в городе и районе не осталось подтопленных домовладений. Ситуация полностью стабилизировалась. Однако с огородов и дворов некоторых славянцев вода еще не ушла. Глава района Роман Сенеговский совместно с главой города Александром Берсеневым продолжает выезжать по обращениям граждан, чтобы на месте оценить ситуацию и помочь людям. У жительницы города Дианы Термукаевой вода в дом не заходила, но оказался подтопленным огород, который сейчас находится в воде. Чтобы решить вопрос, необходимо продумать систему водоотведения с территории. Специалисты города подскажут, как это можно сделать. Также женщина попросила помочь с подсыпкой участка землей. Глава района дал поручение решить этот вопрос. Жители улицы Красной в районе воинской части обратились главе района с просьбой сделать ливневку на их переулке. Дома не топило, но улица была в воде. Роман Сенеговский объяснил, что сейчас оставляется план по реконструкции ливневой канализации города, и все обращения граждан будут учитываться при его формировании. На этом участке сделана и очищена ливневка по улице Красной, которая справлялась со своей задачей. Но жители квартала по улице Рыночная, видимо, делая подъезд к своему дому, ее забетонировали. В итоге вода стала скапливаться ниже по улице. Люди берут, бетонируют ливневки ее. Да, то есть, получается, красная ливневка была, писалась она куда выночная, люди взяли, забетонировали на Рыночной, и здесь вода, естественно, стояла. Также жители обратились с просьбой подсыпать дорогу на переулке и обследовать территорию детской площадки, которая была подтоплена. Там находятся неизвестные бетонные люки. Жители опасаются, что под землей может образоваться полое пространство, куда могут провалиться дети. Глава района дал поручение обследовать детскую площадку и выяснить назначение люка. Все озвученные вопросы были взяты на контроль для дальнейшего решения. Во время стихии оказались подтопленными не только дома славянцев, но и социальные объекты. Стадион в поселке Совхозном был полностью покрыт водой. Сейчас воду откачали, теперь поверхность должна хорошо просохнуть, чтобы понять, насколько сильно пострадало поле и какие работы проводить по его восстановлению. В самой спортшколе «Виктория» идет капитальный ремонт пола. Роман Сенеговский оценил ход работ, отметив качественную стяжку, отличное покрытие из современных материалов, которое будет уложено на пол. Ремонт планируется завершить в начале марта. Его стоимость – около полутора миллионов рублей и средств местного бюджета.